28 числа ближе к вечеру нас вызвали в горловку в командование 3 отдельной бригады и потом приехала командование донбасса и нам была поставлена боевая задача освободить наши города углегорск и дебальцево от захватчиков рано утром 29 числа после артподготовки у меня была сборная рота я со своей сборной роты колонной выдвинулся через село каюта каютина освобождать город углегорск ну я хочу сказать что немножко разведданные там были напутаны поэтому я вел колонну шел на первом бмп и мы сразу попали в засаду мы попали засаду потому что я смотрю вспышка по нам работает что-то тяжелое я дал команду с брони к бою все попрыгали потом позже как узнали по нам работает там скажем так у нас спалили два бмп мтл башку мы вели ответный бой но я смотрю нас атаковали с трех сторон спереди сбоку и сзади получается мы забрали раненых убитых своих и отошли и отошли потом вызвал меня командир тогда был брест командовал операции вызвал брест и говорит алтай вот тебе взвод танков три танка как хочешь но ты должен войти и занять оборону и вот на трех танках может поменяли тактику и через минные поля мы на этих танков пошли и заняли скажем так первую линию обороны в углегорске вот так это начиналось сам дизеля да 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 вот его танки заходили до пехота немножко отстала у нас дома на танках я сидел на броне ну я сказал так тактику так ребята меняем тактику сейчас по моей команды я взял рацию говорю сейчас подходим я говорю стоп даем залп 5-6 залпов идем дальше метров 300 прошли опять команду по рацию стоп опять даем залпы 5-6 выстрелов идем дальше и так мы ну скажем так передвигаясь вместе станки отработали вели огонь и так мы зашли вот на первую линию обороны а пехота немножко подтянулась потом ну пехота нам было на броне и не ну малая часть скажем так остальное чуть подтянулась потом уже мы сразу ушли когда мы шли впервые все больше нас не оттесняли никто мы закрепили сразу на первых все а потом начали развивать уже дальше наступление вот как то сначала у нас ну я скажу так сначала у нас мы два раза пытались войти в город до вечера но две скажем так две наши атаки захлебнулись немножко потому что там их очень было много там в каждом дворе было там ну я не знаю может быть до отделения может даже больше то там по всей улице было заходили со стороны самолета и буквально на следующее утро ну танкисты подошли ко мне и говорят алтай в принципе танк в городе он ну как он скажем так мишень потому что с любого глаз гранатомета могут шарахнуть и все как бы я в принципе распределил так пятерка идет 5 человек впереди расстояние 3 метра танк идет опять пятерка идет 3 метра то и вот так мы начали заходить очищать уже скажем так город от этого до самолета и зашли потом к сожалению к сожалению да во время этой таки у меня погиб командир взвода снайпер снял его погиб зам командира взвода он пошел на выручку тоже снайпер снял я попал немножечко там скажем так трудное положение потому что я шел первую пятерку я вёл первую пятерку когда мы пошли они нас немножко пропустили по нам начали работать вот снайпер а сбоку по улице начали работать и присвоен отъел в окоп упал за мной боец тоже в окопе упал а стали меня крикнул ходить они отошли и получается два часа пробирался через вот эти улицу через улицу два часа пробирался он как своим потому что он там сыграла немножко что не разбериха наверное так думаю сыгла и сыграла то что у меня еще такая форма была непонятно знаете но я вот когда по улице дома выхода нет убежал они по обе стороны а я уже посмотрел не в один дом сначала только раз слышу там окно это в другой то же самое думаю так ладно а мне там надо было отрезать где-то метров семьдесят где-то метров семьдесят до думаю ну все выбора нет в любом случае либо так либо и вот этот отрезок я просто бежал по улице тупо они смотрели осмотрел с каждого двора такие глаза думают кто такой кто-то в бежит он все непонятно и получается вот так вот я добежал когда там даже до железной дороги там через забор перепрыгнул полно снег так лежу думаю да и самому не верится живой они там уже потеряли два часа меня где-то не были думали что я погиб уже уже передали командование что у той погиб как бы но вот как-то вот так вот так мы взяли город углегорск как мы общались потом с местным населением очень многие были скажем так напуганы очень многие были он скажем так плевались потому что они ввели себя похабно они вели себя там как такие хозяева что хотели то и делали то есть у них было зеленым дали зеленую стороны ребята давайте вот тут хозяева наводите порядок и не показывали сам хам хамским отношением своим имена поведением они просто не стали население не в рождь скажем то была там одна в рядышком самолетом там был один дом когда мы зашли уже это где-то на второй или на третий день сам вышли женщина она уже пожилой лет 60 и мужчина говорят у ребята как хорошо что вы зашли спасибо вам потому что мы тут жили в таком просто в страхе нас выгоняли у нас доме говорит жили нас просто выгнали мы там жили говорит в летней кухне там вообще говорит ну то есть нас не считали вообще не за людей вот такая была ситуация поэтому они нас встречали целовали и радовались что наконец-то пришло освобождение